Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Российским пенсионерам рассказали о второй пенсии, которую должны будут выплатить в конце апреля. Таким образом, в течение месяца граждане получат сразу две выплаты, и их размер будет идентичен друг другу. Дополнительная выплата в апреле ожидает многих российских пенсионеров из-за длительных праздников в мае. В период государственных праздников и выходных дней банки не перечисляют выплаты для пожилых граждан. А потому, если дата зачисления пенсии выпадает на такой день, выплату переводят людям досрочно. Обычно из-за майских праздников, пенсии за май, многим пенсионерам приходят досрочно в конце апреля. Это касается тех, кто получает свою выплату на банковскую карту и у кого дата зачисления приходится на первые числа месяца. Например, в этом году первая часть майских праздников будет длиться с 29 апреля по 1 мая включительно. Так что досрочно пенсии могут перечислить тем, кто привык получать их в самом начале месяца или даже в конце предыдущего, например, речь идет о военных и бывших работниках силовых ведомств. Хотя не исключено, что им выплаты доставят уже 2 или 3 мая, графики сейчас только формируются. А вот в следующем году пенсии за май совершенно точно многим будут перечислены досрочно, ведь праздники будут длиться с 1 по 5 мая включительно. Значит, в апреле пенсионеры получат сразу 2 пенсии. Одна будет за апрель, а другая – за май. И она придет уже в самом конце месяца. Но их размер будет идентичным, ведь плановых индексаций в это время не ожидается. Ставьте лайк и напишите свой регион в комментариях, на что при появлении новой информации или изменении графика доставки пенсий мы сообщим по этим регионам в следующих выпусках.